Прошло в какой-то степени, но спасибо, я хочу поблагодарить тех, кто пришел, несмотря на погоду, значит, благодарность им сказать. И, конечно, это вся нас объединяет общая беда. Вот вы сами прекрасно знаете, ощущаете, вот на сегодняшний день, наверное, все получили платежки по, я хочу коснуться гикокалорий. Все получили на сегодняшний день, у каждого, наверное, в семье есть, но не просто, я бы вот сказал, как Валера говорит, золотые. Я думаю, что на сегодняшний день эта компания, которая нас обслуживает, она просто наживается на наших, извините меня, пенсионерах, на наших людях. Вот мы за период вот этот трехгодичный, у нас здесь нет нашего, значит, человека, тот, который непосредственно занимался активно этой позицией, это Евгения Федоровна Тупицына. Она у нас, значит, писала, куда только она у нас не писала, ну, вместе мы с ней, и губернатору, и председателю правительства, и в округ, значит, в Уральске писала, и прокурору области, и куда, куда только, извините, куда можно было написать. Значит, мы везде обращения эти сделали. И вот на сегодняшний день выхода другого не видим, как вот собрать вот на сегодняшний день. То есть мы получили везде отрицательный ответ, у них все нормально, у них все хорошо, у них все по закону. Так вот, значит, мы за этот период времени сделали анализ. Вот стоимость гигакалорий у всех сейчас на сегодняшний день в платежках 2631 рубль. Я правильно говорю? Так, значит, вот мы сделали анализ по северу, начиная, значит, с Пилыма и кончая Верхотурья. Выше 1700 рублей, 1800 рублей стоимость гигакалорий нигде по северу нет. Нигде нет. А Верхотурьей 2700. Но это не просто обязательно издевательство на сегодняшний день. Мы богатые? Да, мы очень здесь богатые. Так вот, вот та себестоимость, вот самая-то интересная. Мы упираемся в нашу администрацию. Вот на сегодняшний день контракт с Уралтеком, он закончился. Он закончился в октябре месяце. И на сегодняшний день заключен новый договор, значит, на, да-да-да, вот на эту стоимость, которую мы получили. И вот мы, вот непосредственно я как депутат спрашивал у наших, значит, таких товарищей, у Лиханова, значит, и у Сизикова. Значит, у нас получены отрицательные ответы с РЭК, это с региональной экономической, ну, энергетической комиссии от губернатора, что все законно. То есть, ну, люди на сегодняшний день видят недовольные вот этой ситуацией, не просто недовольные, а возмущаются. Ну, я думаю, наверное, все, нет, наверное, равнодушных по этому вопросу. Так вот, у меня было получено два ответа. Лиханов устал бороться с этим. А, значит, господин Сизиков вообще мне ответил, что на сегодняшний день, значит, это все законно сделано. И так мы, значит, снизили аж на 100 рублей очень много. То есть, больше мы в этом направлении, извините, работать не будем. Так вот, у меня такая позиция конкретно. Я прямо сказал лицо, я говорю, вы людей, избирателей своих, людей, которые живут в городе, вы их не слышите и не хотите их неинтересно выражать и где-то защищать. И вот, значит, сложилась такая штука. Чтобы узнать конкретную реальность стоимости, себестоимости вот этой гикокалории, Евгения Федоровна совместно со мной мы ее выцарапывали в этой администрации полтора года. Тайными путями узнали, что такое вот защищен на их гикокалории. И вы прекрасно все знаете, там стоит везде кокс, самый дорогой, значит, топливо. Хотя топят они на сегодняшний день, вы прекрасно все знаете отходами. Те отходы, которые должны утилизировать наши лесопредприниматели, они этими отходами топят. Так вот, получается, у них двойная нажива. У них повышенный тариф, и плюс еще, они не платят за это топливо те, которые они сжигают. Затем, значит, одна из составляющих вот за сегодняшний день, это вот по этому году у них увеличились объемы. Они взяли дополнительные объемы по отоплению. А вы прекрасно знаете, чем один и тот же теплоноситель, а если объем увеличится, увеличивается, то по нашим расчетам мы сделали расчет, и у нас получилось, что стоимость гикокалорий на сегодняшний день, конкретная, фактическая, должна составлять 1631 рубль. 1631 рубль. Не 2631, а 1600. И этот расчет нам сделали в «Энергоплюс», в Свердловске, значит, специалист, тот, который, используя наши данные, все, которые у нас есть данные, и протяженность сетей, мощность котлов, и то количество топлива, которое сжигается, это 1600, вот представьте, действительно они золотые. Ну, люди, ну, я думаю, что не просто без совести, а без, ну, у меня даже, у меня нет слов сказать, что жили. Затем, значит, да, вот то, что хотите, хочется пример привести. Вот топит этот товарищ, который на лесозаводе, и Северную, да, у него там 1900 или 1800 гикокалорий, ну, 1000 рублей у него дешевле. У него точно такие же котлы, у него точно такая же топлива. Ну, почему у него на 1000 рублей дешевле, а у этих товарищей дороже? Мы не можем это понять. Затем, значит, взять вот эту газовую котельную, которая возле кладбища. Газовая котельная, поселок топится. У них тоже 2631 стоимость гикокалорий. В ЕК колонии, значит, вот то, что топится газом, у них, значит, 1900. У них газ какой-то другой. И лично, ну, извините, вот это же можно все пощупать, это все можно потрогать. И никак, извините, не можем пробить эту стену. И вот у меня на сегодняшний день сложилось такое впечатление, что вот эти вот товарищи, которые работают главой, значит, в администрации, они не защищают наши интересы. Они боятся, значит, собственного, потерять собственное место, боятся защитить нас. Вот им никто не мешает, не мешает, не заключать договор по 2600. Вот ваши расчеты, которые есть у нас, у вас, считайте. Еще льготы имеют. Значит, кто им мешает заключить на 1800, на 1900 рублей? Не подписывай. Я правильно говорю или неправильно говорю? Мы не подписываем. Так вот, до того, извините меня, доработались. У нас на сегодняшний день это два главы. Глава администрации и глава городского округа. У главы администрации четыре заместителя. В какие-то веки, извините меня, начиная с Сенцовских времен, когда вот эту новую систему организовали, Сенцов был, значит, и два заместителя. Савчук, помните, да? Да. Значит, и там, и Пятков там сколько-то работал, значит, заместителем. У Дмитренки, у Зотова то же самое. Здесь сейчас четыре заместителя. И самое, что интересное, на сегодняшний день, вся промышленность у нас в частных руках. Торговля вся в частных руках. Медицина, значит, на областном бюджете. Школы на областном бюджете. Чем руководить-то стало? Нечего. Дмитрий, раздерожить, не надо. Ну, подскажите, чем. Друг другом. Значит, так вот, на сегодняшний день, значит, вот у нас бытует мнение, есть, на сегодняшний день поддержите. Обратиться к РИО-губернатору на сегодняшний день. Вот сейчас новый закон приняли по поводу одноглавой системы советской. Значит, обратиться, чтобы нам ввели эту систему. Ничего не надо, никаких выборов проводить. Одна воля губернатора, одна. Ну и наша тоже самое. Чтоб мы потребовали вот это вот желание воплотить. И все, больше ничего не нужно. Поддерживаете вы меня в этом отношении? Подождите, потом меня арестуешь. Я знаю об этом, о чем разговор. Ты меня предупредила? Вы меня поняли, нет? Да, поняли. Все? А мы все подпишемся. Ну, то есть, начнете шить? Товарищи? Товарищи власть? Путин на той неделе сказал, учитесь губернаторы, муниципальные главы слушать своих избирателей, работать с ними и все их ненужды и чаяния исполнять. Я правильно говорю? Правильно. У нас депутаты, хоть бы один прошел по жильцам и спросил, какие у вас есть жалобы. Ни одного депутата не видно. Выбрали, перевыбрали. А кто выступить желает? Пожалуйста, говорите. Да я и так из этого скажу. То есть, Уралтек, получается, дальше будет топить? Контракт подписан с ними или нет? Контракт в октябре закончился. В октябре подписали, сейчас подписывают концессию. Она в стадии разработки. Знаете, что такое концессия? Не знаете? Нет, нет. Концессия это, вот сейчас заключается с ними договор и периодически, вот чем пугает господин Бычков нас, что якобы он сейчас бросит, заберет котлы и уедет. В смысле, что отсюда. Понимаете? Ну, в смысле, что это? Договор на концессию, на корпусной основе. И что, значит, вот ввиду этого, значит, он нас пугает, что он заберет эти все котлы, отсюда уедет, потому что он за них выложил деньги. Так вот, я вам что хочу сказать. Он их окупил уже за этот период времени, три раза эти котлы. Помимо этого, получил деньги на теплотрассы, вы знаете, 110 или сколько там, 108 миллионов было засвоено на теплотрассы. То есть, на счетешний день, вот я хочу сказать, обратиться-то к администрации. Там есть целый заместитель по экономике, целый отдел. И мы не услышали ни на одной думе, чтобы нам доложили расчет, себестоимости конкретно окупаемости, всех затрат, те, которые, значит, происходят у них здесь на этих котельных. Вот в чем дело. Так что, у меня, значит, вам огромная все-таки просьба, чтобы вы, ну, я думаю, что голосовать, наверное, не будем, да, или будем по этому вопросу. Если нужно, значит, давайте проголосуем. Вы не ответили на несколько вопросов? На информационном сайте УРАУ.РУ была статья о том, что митингу препятствовали администрация города Верхотурью и четыре раза отклоняла его. А вы могли бы подтвердить? Да, это то, вон, у меня лежат все эти бумаги в машине. Когда я первый раз пришел, значит, с этим обращением... Значит, да, когда я пришел с этим обращением... Они слушают, может, не нас слушают. Идите к нам. Значит, один был отказ, потом второй, потом третий, а четвертый был отказ ввиду того, что здесь на 27-е... На 28-е число здесь, значит, должно быть какое-то мероприятие. Ну, субботник. То есть получается вот такая вот картина. Александр Васильевич, а договор на концессию заключен? Не скажу. Не скажу точно, подписан, не подписан. На рассмотрение. Как нам глава объяснил. Это же на конкурсной основе делается, конкурс объявлялся. Да, должен быть конкурс конкретно. То есть у нас, у меня такой информации нет. Был конкурс или не было конкурса. Держи. Кто будет выступать? А вон местная власть. Кого? Ага, потом пригласим. Кто будет выступать? Какие вопросы еще? Позже какая? Почему договора не заключают с жильцами, а? Вот это всякая управляющая компания и Урал-Тэн. Там Сидорова хотела выступить, Елена. У меня просто такой вопрос, даже не вопрос, ну да, вопрос. У нас далеко в том году обещали делать дороги. Я знаю, да, кто за реченская часть? У нас была хотя бы грунтовая дорога, площадь твердая, по которой можно было ходить и спокойно хотя бы проехать на машине. Все это они содрали тракторами, ремонтировали. Каждую неделю у нас статья в газете была. Идут работы, делаются тротуары, засыпается дорога. Но в оконцовке теперь мы ходим. Пешком пройти нельзя, потому что там камни. По бордюрам? По бордюрам, которые узенькие, там, не знаю, 10 сантиметров, наверное, нет. Потому что по дороге вообще пройти нельзя. И скорая даже не может подъехать к домам. Потому что они все перекрестки у нас, все, где были трубы, они это все убрали, наделали ямы. Все улицы разбили, по которым ездили. Осень была плохая, дождливая. Поэтому у нас теперь дорог вообще нету. На перекрестках вообще непонятно, что творится. И у нас вопрос, когда вообще-то нам будут делать дороги? Боишься пешком идти, повредить обувь, повредить ноги? На машине ехать тоже нельзя, потому что боишься, что проткнешь все колеса. На водке. Откуда? Я житель города. Житель города. Житель города, вертуты. Это интегнота у нас указывается, да? Выходи вот, что-то гостиные. На водке стоят. И главы стоят. Товарищ Линдико, пройдите, пройдите сюда. Идите сюда. Стоят, выложи интернет. Мы с вами, да, не покупаем. На водку у нее уколовцы стоят. И во всей дороге канава, и она до сих пор. Весной была полная вода. Мы все боялись за свои детей. Как бы они у нас там не утонули. Понимаете? У нас у всех дети, маленькие есть дети. И у нас до сих пор все разрыто. По дорогам ходить нельзя. Мы вот боимся даже обувь, что порвется обувь. Идешь и ноги, как будто вы по сих пор идете. Мы все ответим. Да, ответьте нам, когда начнется работа по строительству. Дорогой. Значит, давайте... Давайте, мы все послушаем. Сегодняшнее мероприятие, митинг, которое организовали вот визуальности организаторы, которые уже... Значит, информацию, которую довели. В соответствии с федеральным законом было подано уведомление. Предысторию все там вам рассказали, повторяться не буду. Действительно, не с первого раза им было согласовано, потому что были... В подаче уведомления были допущены, совершены нарушения. На основании этого было отказано. Ошибки были исправлены. Митинг был администрации, главой администрации, не мной. Он был согласован, потому что это полновочия исполнительной власти. Следующий момент. В уведомлении, которое было подано на согласование проведения вот этого митинга, я ко всем выступающим здесь и присутствующим обращаюсь, было заявлен только один вопрос. По поводу высоких тарифов компании теплоснабжающей организации «Уралтек». Все остальные вопросы и уведомления не были заявлены. Поэтому, подождите, подождите, дайте выступить. Кто хочет покричать и кто хочет выразить свое личное, сугубо персональное мнение по тем вопросам, которые не заявлены в уведомлении, давайте не будем нарушать федеральный закон. Каждый из вас, пожалуйста, хоть сегодня, хоть завтра, хоть в любое время, можете прийти ко мне и мы с вами эти вопросы обсудим. Так, вы ко мне хоть раз обращались, давайте не перебивайте. Все, кто ко мне приходит, даже без записи, если я нахожу... Наталья Ивановна, не перекрикивай в микрофон. Все, кто ко мне приходит, все имеют возможность доступа, так скажем, в кабинет и обсудить все вопросы, задать эти вопросы, заполняется карточка приема и так далее. А все остальное согласно регламенту и установленной законной процедуре. Еще раз повторяю, что согласно федеральному закону обсуждаются только те вопросы и отвечать будем только на те вопросы, которые были заявлены в уведомлении. Все остальные проблемы, которые у кого-то наболело и назрело, пожалуйста, приходите в индивидуальном порядке и приходите. И никому в приеме отказано не будет. Это я вам со всей ответственностью заявляю. Поэтому, что касается тарифа на теплоснабжение от компании «Уралтек», сразу же скажу, что работа огромная была проведена в прошлом году. В сентябре, октябре, ноябре и в декабре принималось решение постановления региональной энергетической комиссии по поводу утверждения действующего тарифа. Действительно, я заявлял это на Думе и остаюсь при том же при своем мнении, что на сегодняшний день компании теплоснабжающие «Уралтек» они реально не соответствуют действительности. Я с этим полностью согласен. Но утверждаем действующие тарифы. К сожалению, не мы, а на основании предъявляемых, представляемых в региональную энергетическую комиссию документов устанавливают вот это самое региональная энергетическая комиссия. А скажите, пожалуйста, будет контракт? Это не наши полномочия. Я сейчас закончу мысль, потом будете задавать вопросы. А хорам кричать не надо, потому что мне все толпы все равно не перегрязали. Я вам говорю, что работа была проведена огромная. И городской округ Верхотурский, и именно вот эта вот компания теплоснабжающая «Уралтек», которая присутствует в нескольких муниципалитетах Свердловской области, в отношении только Верхотурья во всей Свердловской области был рассмотрен вопрос по понижению тарифа. Да, понижение очень незначительное – 7,2%. Я доказывал, что должно быть понижение гораздо выше, больше 20-25%. Но, извините меня, доказать региональной энергетической комиссии всем сопутствующим там министерствам, службам и ведомствам у меня не удалось. Эту помощь, помощь в решении этого вопроса мне оказывали и действующие депутаты законодательного собрания, в частности, в ежедневном режиме. Помогал работать, осуществлять взаимодействие с региональной энергетической комиссией и депутат законодательного собрания Анисимов Владимир Федорович, он там в ежедневном режиме посещал и с руководителем, с Гришановым, и с Соболевым, его заместителем. Я там неоднократно сказал, что понижение тарифа на 7,2%. Да, некоторые его не ощутили, потому что в прошедшие предыдущие три отопительных сезона были задействованы меры социальной поддержки. Объясняю почему. Изначальный тариф теплоснабжающей организации, которая присутствовала до прикода Уралтек на территорию городского округа Верходурский, допустим, был, ну, грубо скажем, 1500-1600 рублей. Повышать сразу на величину выше... Они заявили на 2641 рубль. Нет, 461 рубль, извините. Повышать сразу на такую величину по закону не имеют права. Предельно допустимый коэффициент повышения был на тот момент 15%. Вот на 15% начисление населению потребителям было увеличено, а все остальное уходило на меры соцподдержки. За три года по этому соглашению с компанией Уралтек, министерством ЖКХ и РЭК, это понижение должно было сойти на ноль. Оно сошло на ноль, но нам удалось вот в прошлом году, в прошлом году, мне удалось все-таки добиться того, чтобы это понижение состоялось. Но ушла мера социальной поддержки. Потому что за три года она должна была уйти. И сейчас... Я не могу сказать, что ВТК, показывая котель, платит 1900 гикокалорий, а мы платим на тысячу больше. Почему? Вас устраивает так цена, а наши не устраивает это. Я повторяю. Меня действующий тариф тоже не устраивает. И есть законные, нормальные методы противодействия повышению вот этого тарифа. В этом отношении, в этом направлении я продолжаю свою работу. А вот то шоу, которое мы устраиваем сейчас вот здесь, благодаря нашим организаторам, это не тот формат, в котором можно конструктивно решать вопросы. Еще раз говорю, что все, кто желает пообщаться и задать свои вопросы лично мне, я приглашаю к себе в кабинет. Спасибо за внимание. Нет, нет, ответьте, пожалуйста, здесь, но мы же все пришли. Я умоляю... Это не тот формат, в котором решаются вопросы конструктивные. А это не решение вопросов, это общение народа с вами. Понимаете, вы же работаете за наши налоги. А я что сейчас делаю? Нет. У нас много вопросов. А я что сейчас делаю? Но лишь один вопрос. Скажите, перспектива Уралтек? Житель города Верхотурья, просто житель города Верхотурья, скажите, Уралтек в следующем сезоне будет отапливаться или может будет проведен какой-то конкурс по смене? Вот давайте на этот вопрос более как бы аргументированно и квалифицированно ответит глава администрации, потому что по всем хозяйственно-распорядительные функции это лежат на исполнительной власти. Спасибо. Он здесь? Здесь, где. Спасибо. По концессии, по концессии. Скажите, пожалуйста, Уралтек, перспектива Уралтек здесь, они будут еще в следующем отопительном сезоне отопить? Ну, на сегодняшний день у нас конституционное соглашение с данного... Тихо, 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 тихо. Дайте домофон. Еще раз, здравствуйте. Значит, на сегодняшний день у нас конституционное соглашение с данного в Реппалату, заключенное и с навигатором, и с Уралтеком. Она находится на регистрации. Значит, там возникли вопросы по регистрации, она сейчас приостановлена. То есть, я так понимаю, где-то 18 мая будет дальше понятно. Будет работать Уралтек по этой конституционным соглашению. Если она будет все-таки отказана в регистрации, то будут проведены заново конкурсы, кто выиграет, и будут дальше работать и отапливать. Скажем так, сколько у нас? 14-й день, и 15-й оказываем. То есть, вот на сегодняшний день такая ситуация. У вас здесь вывели по утвержданию? Нет, нет, нет. Мы согласовываем. Мы согласовываем. Скажите, пожалуйста, А конкурс на заключение конституционного соглашения был объявлен? Нет, так как у них договор был заключен, оно было заключено по 51-й статье. То есть, это позволит... Значит, вот сейчас, если регистрация не пройдет, то мы уже объявим конкурс, который документация у нас полностью готова. И это будет открыто, может любое предприятие выиграть. В конце 15-го года мы панируем РУРАУТЭК заехали из... Вопрос еще. Василий Витальевич, подскажите мне такой вопрос. А, значит, соцподдержка, которая находится в квитанции. Почему? В вашем же доме, как вы, они сему обещали, объясняли, что это зависит от котельных и всего прочего, но в вашем доме человек получает 900 рублей, соцподдержка. А ваша квартира 1780. Ответьте на вопрос такой. Значит, давайте начнем с того, что Василий Витальевич проживает в этом доме с 2016-го года. А тариф был заключен с 2014-го года, потому здесь не надо прикидывать и лукавить. Это первый момент. И вы должны понимать, что у каждой котельной свой тариф. Объясню. Значит, например, на одной котельной 10 абонентов, на другой 100 абонентов. И вот получается, если бы региональная комиссия приняла бы решение о том, что на каждой котельной был бы индивидуальный тариф, то получается, у нас в районе с вами было бы около 6 тысяч за одну гикокалорию. Вы представляете? Для того, чтобы этого не было, то же самое и по городу, было принято решение, что одной компанией будет усредненный тариф. Поэтому этот тариф такой и получился. И получается о том, что, например, за рекой, там, где я сейчас проживаю, тариф был, как сказать, невысокий. Так, но за счет того, что он усредился, у него разница получилась достаточно большая. И компенсация в этой части идет больше. Усредненный, я только что вам сказал. А там, где было много абонентов, там разница как раз такая небольшая получилась. Скажите, а вы в курсе, а по документам они отапливают углем или горбылем? Отходами. Отходами. Они, во-первых, должны заключать, урал-то должен заключать... С каждым жителем? Нет, подожди. Они в бреке, да? Они там пишут, чем должны они отапливать. Углем, коксом или отходами. И на каждый этот отдел должна у них быть расценка. А они по полной сделали. Согласитесь? У них больше отоплива стоит. Поэтому, вот смотрите. Нет, по полной. Вы не в курсе, как глава города, что в контракте указано? Они отходы не топят. Вы понимаете, как? Отходы тоже столько стоят, да? Они копейки стоят. Или стоит уголь, или это... Вот смотрите. Для того, чтобы... Знаете, на бытовом уровне здесь есть. Для того, чтобы протопить какую-то территорию, надо одну тонну угля. Для того, чтобы получить... Говорите, не у всех. Вот смотрите. Тут вот такая существует некое недопонимание. Значит, смотрите. Для того, чтобы протопить, предположим, один жилой дом, надо тонну угля. Так? А для того, чтобы тот же объем этого одного дома Продопить дровами или отходами, как вы говорите, надо 10 тонн. И когда вы на стоимость переведете, она получится абсолютно то же самое. Да не-е-е-е. Это во-первых, я не закончил, я не закончил. Это во-первых, я не закончил. Свините, мы не дураки. А указано-то что? А скажите, а указано-то что? Уголь? Так получается или нет? Я не знаю, что у них указано. Там у них и уголь, и дрова есть. Они договоры предоставляют региональную органическую комиссию. Вот комиссия бы когда-нибудь приехала бы сюда, и это... Для того, чтобы зафиксировать, жители Верхотурья, скажите, пожалуйста, ваши котельные, Уралтек, чем отапливаются? Углем. Отходами, отходами. Древесными отходами. Отходами, которые бесплатно доим достаются, а они предъявляют сами, выписывают счета, как дрова по 600 рублей за кубометр. Вот, Уралтек сам выписывает накладные. Хоть бы раз комиссия была и проехала бы, действительно. Хоть бы раз комиссия проехала. В 2016 году я писал бумаги, вот, по зловонию по улице Синянского. По, значит... И мне глава Верхотурского уезда, господин Сизиков, ответил по зловонию. На указанном по вашему объекту установлены локальные системы очистки сточных вод. До сегодняшнего дня, вот, эти локальные очистки сточных вод воняют, извините за выражение. Вот, и ничего не делала. Бумагом и радством заниматься господин Сизиков может, но не делать для народа, который приехал в город, в котором Верхотурья. Народ считает забыдло, и администрация города ничего не делает для народа. В этом году улицу пролетарскую начали, якобы, делать. Вот. В этом году миллиардаторов должны были сделать. Денежки пришли в прошлом году. А нынче еще ничего не... А нынче денег нету. А денег, конечно, нету. Это в прошлый год было, а также денег нету. И в этом году и пролетарская опять недостроится. Миллиардаторов вообще молчать будем. Дома тонут в воде. Вместо того, чтобы... Дом, значит, был такой... Совещание было в Доме культуры. Пастер бил себя в грудь. И говорил, этот дом сделает крышу моментально. С 15-го года крышу. Вместо того, чтобы что-то сделать, господин физиков приехал на дом, всячески оскорбил меня. Я знаю, говорит, про вас все. Вот. Ну, извините меня, вы, это глава администрации, лиц-плетник верхотурский, а? Что вы обо мне знаете? В верхотуре, слушайте, много захудалых деревень, в которых работают умные люди с высшим образованием. Скажите, дорогие товарищи, нужны ли нам пришельцы из тюменской захудалой деревни? Нам своих девать некуда. А у нас как пришелец, пожалуйста, начнем. Нет, все пришельцы, главный, первый, пивоваров, отсидел 7 лет. Вот. И сейчас снова руководит, дальше ворует, продолжает воровать. Дальше продолжает воровать. Весь район обокрал, слушайте, это судом доказано. Сейчас от жителей, пенсионеров обкрадывает. Вы можете сами его наказать, ради бога, о чем разговор? И не надо меня дергать. Вот вы фиксируете, записываете. А уже руководит. О чем разговор? Что это такое творение? Они не дают высказаться, только по уралтеке, все, да, раз. Я считаю, надо выразить ненаверие нашему руководству, ни главе округа, ни главе администрации. Они уже достали бездействиями своими. У них город зарослал. Нашнего наличия. Разрешите, я немножко еще добавлю, значит, вот то, что по ответу Василий Витальевич здесь сказал. На сегодняшний день вот эту стоимость гигакалорий они согласовывают уралтек с администрацией. И никто Василию Витальевичу не мешает не подписывать эту бумагу. У него есть целый отдел экономический, заместитель с ним самим приевезенный. Пускай рассчитают, обсчитают, конкретно, значит, разложат по полочкам все затраты этого уралтека. И защищаются там. Почему? Кто им мешает это сделать? Извините меня. Если на сегодняшний день стоимость такая сложилась, и она никуда не... Вон, мимо нас эти ездят лесовозы с этими отходами. Мы же видим, чем топят. Ну, если действительно, если этот товарищ, значит, который на лесозаводе и на Северной, топит этими же отходами, с такими же котлами, почему ему не добавляют и 2630 не делает рэк, значит, эту гигакалорию? Почему? А мне 1700 или 1800? Ну, 1900. Ну, 1000 рублей дешевле. Так что, извините меня, все в руках нашей администрации. И захотит она, значит, не подписывать это соглашение, значит, она его не подпишет. Вот и все дела. Еще добавят нам. Так что... Они сидят там еще добавят. Уважаемые, значит, избиратели. Значит, вот, кто-то может еще хочет выступить, нет? Можно меня подвести, мне просто зафиксировать для видео. Я правильно понимаю, что Виркатурцы подозревают, что Уралтек отапливает по документам углем, углем. А в реальности ничем отапливают, отходами. Возле ваших котельных постоянно... На сегодняшний день хочу справочку такую сделать. Мы специально сделали перед тем, как защищаться вот эта концессия, съездили, непосредственно, значит, вот у нас здесь есть ребята молодые, съездили к этим лесозаготовителям, к Натику на предмет стоимости, поскольку он отпускает им вот эти отходы. Значит, получена, есть справка непосредственно официальная, с печатью стоит этого предпринимателя. Он 11 тысяч на январь месяц отпустил отходов 11 тысяч кубов. Представляете, 11 тысяч бесплатно, без копейки. Вот чего смущает-то люди-то без копейки, понимаете? Они, получается, за отходы, они же везде пишут, что они платят за эти ресурсы. А на самом деле ничего не платится. Вот в чем дело. То есть происходит утилизация отходов котельных Уралтек. Предприниматели эти должны утилизировать, и они рады, что у них бесплатно забирают эти отходы. Гениально. Уралтек имеет почти что ли бесплатное топливо, а тариф 2800 получается... Наверное, в течение трех лет. 5000 рублей получается за 60 квадратных метров, да, примерно? Да. Мы же с вами говорили в прошлом году, как с вами был. Получается, тариф на продолжение года зимы такой же останется? Мы его сейчас не можем поменять. Вот среди года не можем же мы его порвать? Поменять. Нет. Другой Уралтек заменить не можем. Ведь когда приехал паслер, вы помните, да? Не мы. Не мы. Вот с таким же успехом сетях мы не можем издавать по поводу избранных... Он же сказал, и когда задал Тупицына из зала, задал вопрос, вы снизите на 100 рублей. Он сказал, мне из-за этого бы сюда и приезжать, наверное, не стоим. То есть, конкретно, люди рассчитывали, что будет понижение гигакалорий хотя бы на 1000 рублей. нас снизили настой этой просто издевательства. Это не просто издевательства, это не просто издевательства. Как говорите, люди это, изгаляются над нами, понимаете? Да, нас случались. Но... Но случались на инфаркты. Паша, то ведь насчет рассчитывал, причитали правительство и команду давал, что снизили. Одно так мне нет. Ну скажем, что на энергоплюс ничего не говорите, что они творят там. Ну скажите, вот с тобой надо. Ну как ни к ним. Так зашовывает кто? Я не. Самуйте, все прекрасно задают. То есть администрация не согласовывает, получается? Уралтека здесь нет. Администрация, получается, не согласовывает этот тариф? Не утверждает? спросите. Вы не согласовываете тариф? В любом случае поступать. Вот, уважаемые жители и потребители, да я так скажу, еще в конце 2015 года компания Уралтек обращалась с письмами на согласование тарифа величиной 3131 рубль. Этот тариф в 2015 году этот тариф был не согласован. Я поднял волну, чтобы и до министерства ЖКХ и в РЭК обращался, чтобы этот тариф ни в коем случае не утверждали. Удалось. Они присылают следующее письмо, ну не 3131, а 3100 рублей согласовать. Им, естественно, тоже было отказано. Но вот следующих писем уже не поступало, но все равно тариф был утвержден на уровне 2829 рублей. От нашего согласования не все зависит. Мы можем согласовать, мы можем не согласовать, тариф все равно будет утвержден специальной региональной энергетической комиссией, которая принимает решение. и компания эти поставляющие самостоятельно доказывают величину этого тарифа на основании своих экономических расчетов. Там же есть представитель, которые администрации? Нет. Он должен быть там в этом медицинском? Он нет. Это комиссия принимает. Я понимаю, что комиссия. Я еще раз говорю, что в присутствии они могут нас вызвать, могут не вызывать. И о занятании по утверждению тарифа мы можем даже и не знать. Но вот в рамках обещанного когда пастор в 14 сентября за дозугием церкви не поступал. Еще один вопрос. Он пообещал понедельник кто-то их состоял? До 95-го года в Верхотуре было 16 дворников, которых сократили и которые не прибирают сейчас. Город не прибирается. Ни площади. Зимой не чистятся лесенки. Мод подвесной железобетонный. Поэтому сократили дворников до 4-х человек. И что? У них помощников 4. Помощников, да, заместителей у них тоже 4. Вот. Сократили, значит, в Доме культуры народ. Себе добавили заработные платы. Ну, нормально же. Вот когда-то, когда подписывал господин Зыков разрешение согласования пять раз после решения суда только разрешили митинг на сегодняшний день. И господин Виханов выдал уважающий себя человек так бы не стал говорить «Ладно, я вам разрешаю гей-парад». Так он весь народ в Верхотуре геями считает. Разве может такой руководитель руководить городом, районом? Это что такое? Гей-парад. Значит, вы все геи, что ли? Ну что, давайте, наверное, будем заканчивать, наверное, да? Есть? Может, есть желающие кто-то выскажет? Куда платили? Или все Клихановы в кабинет с Сизиковым пойдете, да? Да. Пойдете туда? Значит, ну что, давай, начинай сам, Балерий. Сейчас, минутку еще. У нас есть резолюцию, которую мы написали, и хотим озвучить у вас перед вами, значит, на ваш слух то, что мы конкретно требуем от, значит, наших властей. От руководства страны даже просто. Да, там, там. Главам городского округа Верхотурской Глиханаму и главе администрации Сизикову. Потребовать от в Рио губернатора Свердловской области Евгения Куевичева провести выборы главы округа по советской системе одноглавой власти. Потребовать от в Рио губернатора Свердловской области Евгения Куевичева привести тарифы на отопление в соответствии с фактическими затратами и сделать перерасчет с 1-го, 9-го, 16-го года. Потребовать у в Рио губернатора Свердловской области Евгения Куевичева закончить строительство дороги по улице Пролетарской и Миллиораторов. Потребовать от в Рио губернатора Свердловского области Евгения Куевичева закончить дренаж по улице Заводская в микрорайоне Химзавод. Потребовать от фонда капитального ремонта в связи со стихийным бедствием июня 15-го года провести капитальный ремонт крыши дома номер 35 улицы Миллиораторов. Потребовать от областного правительства Свердловской области восстановить выплату пособий по монетизации жидким и твердым бытовым отходом, которое с 1-го июня 15-го года не выплачивается. Потребовать восстановить наличие дворника в городе для уборки городских территорий. Девятое. Потребовать решить вопрос с обеспечением водоснабжения питьевой водой во всех поселках городского округа. Потребовать от управляющей компании родной поселок об 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 основать увеличение платы за текущий ремонт. Резолюцию направить президенту Российской Федерации Владимира Владимировича Путину полномочному представителю по урайскому округу холванскому еврееву губернатора Евгению Куйбышеву. Одобряйте, не одобряйте эту резолюцию. Надо голосовать. Кто за данную резолюцию? Прошу, подняйте руки. Принято единогласно. Кто против? Кто против? Против? Воздержавшиеся? Принимается резолюция единогласно. Согласны со мной? Всем здоровья!